Как старый борец с гламурностью в российском понятии этого слова, я скажу, что в этом сюжете про магазин-антикрестник, который располагается на Грязного 2, не будет ни одной фразы про широчайший ассортимент, богатый выбор и низкие цены, потому что здесь все это присутствует по умолчанию. Кстати, присутствует уже второй год. Именно в эту субботу, 15 октября, здесь будет проводиться праздник, естественно, с музыкой. Все-таки как-никак два года мы успешно боремся с кризисом, ну или с тем, что мы приняли считать кризисом. То есть с отсутствием 300-процентной маржи, на которую построили хуторки радужные, а также отдельные дворцы города Металлургов. Города с населением в 400 тысяч, из которых чистых металлургов, то есть людей, непосредственно работающих с металлом, тысяч 10. При этом в самое трудное время мы запускаем самые новые объекты. Кстати, рынки и торговые центры города – это не самые дешевые места торговли. И это уже понимают тысячи горожан и выбирают антикризисные. Ой, там на рынке сегодня, там 2000 брюки, а вот здесь вот 500-680, на внучку я имею в виду, не на себя. Разница такая, прежде чем есть, да? Да, да, есть, есть, есть. Хорошо это, что у нас в городе есть магазин антикризисный? Очень хорошо, очень хорошо, да, очень хорошо. Здесь все равно подешевле. Вот курточку, допустим, вот тоже говорю. Ну что, вот 580 рублей. Вот ездить за город. Тоже с ребенка пришли сюда, да? Удобно, что в городе существует магазин антикризисный? Удобно. Цены небольшие, выбор большой, очень удобно. А вы где живете? Мы живем на Правде. Где-то рядышком, да? А у вас знакомые друзья из южных районов приезжают сюда? Все ходят сюда, все мои знакомые, родственники, все ходят сюда. Теперь мы их можем еще поздравить, у них там рядышком, под боком, в домашнем очаге будет еще один антикризисный. Хорошо. Насколько удобно, когда существуют такие магазины? Это очень удобно, здесь очень большой выбор, большой ассортимент. Здесь можно выбрать все, что только угодно, все, что душе угодно. Сюда заходишь, можно выбрать ремни и сумки, сразу все в одном отделе, обувь можно подобрать себе, цены очень доступные, очень приемлемые. То есть можно одеть всю семью здесь. А хотелось бы, чтобы такие магазины были где-то рядышком с домом? Ну да, конечно, чтобы поближе было, чтобы могла с ребенком пойти сразу, а дети его. Потому что дети маленькие, ну, далекий путь для нас тоже как бы. А вы где живете? Я живу на две остановки ниже. Понятно. Ну вот мы сейчас открываем новый отдел, это хорошо? Да, конечно, непременно это очень хорошо, потому что если это будет еще, ну, как бы, ближе к кому-то, да, то есть туда будут больше люди скапливаться с этого района, с этого дома, это будет очень-очень даже неплохо, хорошо. Здесь в домашнем очаге, незаслуженно обделенным вниманием, 22 октября и откроется второй магазин сети антикризисных в Магнитогорске. Замечательно, да? Ну а пока идут последние приготовления, мы порассуждаем о том, что время гоняться за брендами, по сути копеечными, но продающимися в бутиках прошло. Весь мир, нормальный мир, гоняется за распродажами и дешевыми ценами. И они такие-то и есть. А учитывая то, что всемирная фабрика и завод в каких-то 2000 километрах по суше, это я про Китай, переплачивать в три дорого смысла нет, потому как в антикризисном за цену одного товара из бутиков можно полностью одеться. Да спасибо мы должны сказать этому кризису. Он хоть нас двигаться заставил. И люди, кто-то сворачивает производство и торговые точки, а кто-то увеличивает количество проданного товара путем развития своей сети. И в Магнитогорске сеть развивается. Сеть магазинов антикризисной. 22 октября произойдет открытие вот здесь, в домашнем очаге. И все жители Арженикизского района за дешевыми ценами будут приезжать уже сюда. Это пересечение проспекта Ленина и улиц Труда. Домашний очаг.